Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭй ТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Глава антикоррупционного суда избрана. Это Харьковчанка Елена Танасевична. Собрание высшего антикоррупционного суда Украины. За нее отдали 23 голоса. За второго кандидата судью Ольгу Соландяк проголосовали 10 судей. Выбрать главу антикоррупционного суда смогли лишь со второго раза. Все подробности знает корреспондентка ЮЭй ТВ Ольга Михалюк. Добрый день, коллега! Как проходило голосование на пост председателя антикоррупционного суда? Приветствую, Тимофей. Да, действительно заняло некоторое время избрание главы высшего антикоррупционного суда. В 10.30 началось заседание, точнее первые сборы судей антикоррупционного суда. И вот уже ближе к вечеру мы знаем имя. Это Елена Танасевич. Дело в том, что избрание проходило в два этапа. На первом этапе было два тура, три кандидата. И никто из них не набрал необходимого количества голосов. Баллотировались, скажем так, в главы Маркьяна Галабала. Это бывший адвокат Михаила Саакашвили, когда он был в Украине, также действующий, исполняющий обязанности главы высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин. Это бывший судья из Львовской области. Ну и известная уже нам Елена Танасевич из Харьковской области. Никто не набрал 50 плюс голосов. Огласили второй тур по закону. Там уже смогли принять участие новые кандидаты. Среди них опять была Елена Танасевича. И ее конкуренткой была судья из Жмеринки Ольга Соландяк. И вот как раз за Елену Танасевича отдали большее количество голосов. 23 из 38. Совершенно правильно ты сказал. Что могу сказать о теперь уже действующей главе высшего антикоррупционного суда. Она набрала наибольшее количество и показала лучший результат еще при избрании на открытом конкурсе на должность судья высшего антикоррупционного суда. Она отлично владеет английским языком. Это выпускница Харьковского национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Работала и юристом, и помощником судьи. Затем уже работала в суде Харьковской области. Имеет научную степень. Защитила диссертацию. Степень кандидата юридических наук. Она уже провела свой первый брифинг. Ответы были краткие. Согласно букве закона. Уже рассказала о каких вызовах ей предстоит, с какими вызовами предстоит столкнуться. И что собирается сделать на этой должности, я предлагаю вам послушать. Все полномочия определены законом Украины о судоустройстве и статусе судей. Также они прописаны в законе о высшем антикоррупционном суде. Зарплата также предусмотрена законом Украины и приравнивается к ставке судей апелляционной инстанции. Немного сложно делать прогнозы на будущее. Неизвестно, какие проблемы возникнут и какие будут пути их решения. От себя могу добавить. Сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы суд работал успешно. Среди путей решения проблем это материальное обеспечение будущего суда. Вот сейчас временно суд будет располагаться здесь, на Хрещатике, в Печерском суде Киева. Впоследствии, согласно постановлениям Кабинета Министров, они должны переехать уже в специализированное здание в Соломенском районе. Им сразу должны передать 200 уголовных дел, которые сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро. Так как это единая, скажем так, система антикоррупционных органов. Национальное антикоррупционное бюро, специализированная антикоррупционная прокуратура. И вот уже созданный Высший антикоррупционный суд. Сейчас заседание продолжается, и избирают заместителя главы, и также здесь еще некоторые вопросы организационные. На этом у меня все. Студия. Спасибо, коллега. В Киеве выбрали главу антикоррупционного суда Украины. Избрали Елену Танасевич. На собрание высшего антикоррупционного суда за нее со второй попытки тайно проголосовали 23 из 38 судей. Объективно, независимо, не предвзято. 75 новоизбранных судей Верховного суда приняли присягу. Это был второй и последний набор в высшую судебную инстанцию страны. Кандидаты на должность судей проходили конкурс, который длился 8 месяцев. По результатам, Высший совет правосудия рекомендовал на назначение 75 судей. Треть из них не работали ранее в судах. Это ученые и адвокаты. Самому старшему кандидату 61 год, самому младшему 34. Ранее к обязанностям уже приступили 118 человек. Новый Верховный суд начал работу в декабре 2017. Впервые высшую судебную инстанцию сформировали на основе открытого и публичного конкурса. Теперь состав Верховного суда полностью сформирован. Мы считаем, что это очень мощный состав Верховного суда и тех, кто победил и в первом, и во втором конкурсе. Среди них много кто стал судьями, кто был адвокатом и юристом-ученым. Они принесут цивилизационные изменения. Россия освободила двоих украинских рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова. Их задержали пограничники ФСБ на Крымском берегу озера Севаж в сентябре прошлого года. Об освобождении рыбаков сообщила Уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке. По ее словам, рыбаки уже направляются к своим родным в Херсон. Один украинский военный ранен на Донбассе в результате обстрелов российскими оккупантами. Огонь открывали семь раз. Дважды били из тяжелых минометов по Авдеевке и Водиному. Из гранатометов ввели огонь по Гнутовой Богдановке. Ранее российские боевики стреляли по жилым кварталам Троицкого, что в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре объединенных сил. Кроме того, по сообщениям Миссио БСЕ в Луганской области зафиксировали 15 реактивных систем залпового огня «ГРАД», а также танки и гаубицы в самом Луганске. Украинская разведка располагает информацией о возможных провокациях со стороны российских боевиков. Из России на временно оккупированную территорию Донбасса прибыли группы снайперов одной из российских частных военных компаний для выполнения так называемых особых задач. Наряду с нанесением потерь украинским войскам, их деятельность направлена на обострение обстановки. Они должны обстреливать позиции своих войск для обвинения украинских подразделений. Делегация военных из стран НАТО посетила Центр подготовки сержантского состава военно-воздушных сил Украины. Представители США, Канады, Великобритании, Словении приехали, чтобы обменяться опытом обучения сержантов с украинскими коллегами. Сержантский корпус в Украине реформируется с 2005 года. В системе профессиональной армии сержанты теперь могут руководить солдатами на всех уровнях. С началом российской агрессии на Донбассе обучение проходит по стандартам НАТО. Украинские военные тоже делятся опытом с иностранными коллегами. Большинство из них имеет боевой опыт. НАТО поддерживает суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность. Мы поддерживаем Украину на пути реформ. Союзники НАТО выделяют почти 40 миллионов евро в качестве поддержки Украины для военного управления, киберзащиты и медицинской реабилитации. Чем характерна новая система? Чем характерна новая система? Во-первых, сержантская должность характерна на всех уровнях управления, начиная с отделения, где сержант непосредственно работает с личным составом, солдатами и обеспечивает выполнение задач. Сдай кровь, спаси жизнь. Около полусотни доноров в столичной больнице Ахмадет сдали кровь для детей, пострадавших в ДТП. Акцию провели в рамках глобальной недели безопасности дорожного движения. Репортаж корреспондентки ЮАИ-ТВ Анны Романовской. В центр сдачи крови Екатерина пришла за два часа до открытия вместе с сыном. В очереди она седьмая. За пару лет работы в патрульной полиции девушка не понаслышке знает, насколько важна такая помощь. Мне просто хочется помочь. Если я смогу кому-то помочь, хотя бы сдавши кровь, я буду безумно этому рада. Девушка становится донором уже в третий раз. В больницу приходит каждые полгода. Иногда сама, но в этот раз с коллегами. У нас есть свой чат «Донор Киев». И туда периодически скидывают всякую информацию про когда, где собирают кровь. Сбор крови в детской больнице приурочили к глобальной неделе безопасности на дорогах в Украине. Доноры здесь нужны ежедневно. В нашей больнице лечится много детей, которым нужно переливание компонентов крови. Это разные категории наших пациентов, начиная с онкобольных и заканчивая детьми, которым нужно срочное хирургическое вмешательство. Чтобы заполнить анкеты и сдать все анализы, Екатерине понадобилось полтора часа. Проверку девушка прошла успешно. Берем дозу 450 мл. Это стандартная доза. Процедура проходит в течение 15 минут. Ощущение, как было и до сдачи крови. Ни голова не кружится, все хорошо, настроение приподнятое. Все супер. На то, чтобы сдать кровь, Екатерина потратила три часа. Остаток дня она планирует провести с семьей. Всем донорам государство предоставляет дополнительный выходной. Екатерина уже решила, что добавит его к отпуску. Анна Романовская, Сергей Савчук, UATV. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей на русском языке уже буквально через два часа. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok